Дон Данила 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 Диасумберто Кико Оливери Оператор Эдуардо Кареньо Композиторы Композиторы Хэль Сомельяна и Херман Ариетто Продюсер Уга Леон Феррера Режиссер Аурелио Валкарсель Дон Данила Дон Данила Дон Данила Дон Данила Нет, Филиппо Я с тобой говорю откровенно Открываю тебе все карты Ты со мной редко так поступал Тогда я не понимаю, почему ты мне это предлагаешь Если плохо обо мне думаешь Не понимаю Я хочу, чтобы рядом со мной И моим сыном Хисусом был мужчина Это на тот случай Если они узнают о существовании ребенка Подумай, Филиппо У тебя будет все, чего ты хочешь Все, за исключением интимности Ты будешь моим мужем только для вида Не верю, Валентина Слушаю тебя Я не могу поверить, что Вы все заставили меня измениться, Филиппо Решай, соглашаешься ты или нет Если не соглашаешься Я пойму Но тогда предложу это Росарио Марокко Химена Бенавидис Никто вас не знает под этим именем, правда? Кто вы такой? Кто я? Я целый год искал вас И два с половиной месяца следил за вами Что это? Это своего рода Бизнес, которым занимается сеньора Я знаю ваши связи, ваших друзей И мне надо с вами поговорить Не пытайтесь уйти, сеньоры Я не занимаюсь вашим незаконным бизнесом Я не из полиции Я приехал издалека Из Матаморса Припоминаете? Что вам от меня нужно? Зачем вы меня искали? Однажды вы, ни слова не говоря, уехали Тем не менее, вы продолжаете оставаться С супругой Лоиса Мигеля Ариса Для тебя это хорошая возможность, Филиппо, так что Или сейчас, или никогда Валентина, нельзя со мной так выступать Ты меня используешь Филиппо, ты всегда медлил Практически это то, что ты хотел сделать со мной Только я тебя опередила Подумай, Филиппо, что у тебя будет Кроме интимности, уже знаю Совершенно верно Все, кроме интима А что может погубить Лоиса Мигеля? В чем ты так уверен? Это одна новость, которую привезет Росарио из Марокко Я не понимаю, о чем вы говорите Не надо больше притворяться, сеньора Я все знаю Семь лет назад вы арендовали самолет, чтобы на нем улететь Но вы на нем не улетели Он потерпел катастрофу, взорвался в воздухе И вас объявили погибшей Откуда вы все это знаете? Вы купили фальшивый паспорт Сели на обычный самолет Улетели в Марокко И с тех пор занимаетесь Незаконной перевозкой оружия А вы меня шантажируете? Хорошо Скажите, сколько вам надо, потому что я не хочу зря терять время Мне ваши деньги не нужны, сеньора Я приехал сюда для того, чтобы перевернуть страницу истории, которую вы открыли несколько лет назад Не известив об этом ни свою семью, ни мужа Ни свою дочь Хорошо, поговорим Что вы ищете? Что вам от меня нужно? Что это, Луис Мигель? Ты перевел три компании на мое имя? В чем дело? Ты не согласна? Нет, не то чтобы не согласна, но я просто не понимаю, зачем ты это сделал Слушай, Мария Луиса, не секрет, что эта семья занимается не очень чистыми делами И я пытаюсь узаконить и очистить большинство из этих дел Нет, я все знаю, однако какое это имеет отношение ко мне Надеюсь, ты не обидишься на то, что я скажу и поймешь, что в моем положении я должен знать, с кем работаю Я о тебе все знаю, то есть все необходимое Ты женщина честная и способная, поэтому я и перевел эти компании на твое имя Я сейчас хотел бы знать, хочешь ли ты этого, поскольку ты тоже не обязана доверять мне Нет, не обязана Я тебе не наводила справки, потому что даже не знаю, как это делается Однако думаю, что разбираюсь в людях, а ты внушаешь мне доверие Так что я не буду отказываться, скажи, где подписать О моей смерти писали в газетах На Матаморисе есть могила с моим именем И я могу отрицать все, что вы говорите У меня есть документы, в которых это подтверждается Не понимаю, к чему вы ведете Я уже не та женщина, о которой вы говорили Моя жизнь изменилась, и я не хочу даже вспоминать о прошлом Нужно, чтобы все узнали о том, что вы живы Нет, только не это Луис Магеля Рисса женился на Елене Фонтана, дочери Дона Данила Фонтана И если узнают, что вы живы, этот брак может быть аннулирован И сеньор Рисса не будет иметь никакого права претендовать на свое состояние Тобаго и Ховита были так взволнованы, когда я сказала им, что хочу, чтобы они стали крестными Они были так добрые к тебе, как никто другой, дорогая Я знаю, что они будут к нему относиться так же, как и ко мне Ну-ну, успокойся, Еленето Ты говорила с Филиппо? Да Говорила, и он согласился Это ему будет нелегко, потому что он тебя очень любит Что он сказал о договоре и об условиях? Для него это было неожиданностью Но я его знаю, и знаю, что деньги он любит больше, чем меня Поэтому и подписал Тогда почему тебе пришло в голову выйти за него замуж? С таким договором Нужно иметь рядом с собой человека, в котором ты абсолютно уверена У меня он есть мама Кроме всего прочего, Филиппо хороший человек Он защищал меня все это время И мне приятно, что он рядом со мной И ему не безразличен мой план Сейчас он, наверное, уже развозит приглашение на банкет Ты ничего не сделал, Фернандо Говорил, что будешь действовать против Луиса Мигеля Что покончишь с семьей Фонтана Что заставишь Луиса Мигеля заплатить за все, что он нам сделал А ты пока только прогуливаешься на яхте с какими-то дамочками А я сижу здесь, в этом доме взаперти И разрываюсь от злости Все, 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 какие дамочки, никаких дамочек, Грация Ты женщина, которую я люблю По-моему, тебе надо ездить со мной на рыбалку Тогда не будешь сидеть дома и лелеять свой гнев Не надо, Фернандо Не надо так обо мне думать Если я хозяйка дома, то предупреждаю, что это не сцена ревности Мы говорим о действиях Об отмщении Всему свое время, Грация Да, и когда же это время придет? Ты уже целый год, говоришь одно и то же Будь уверена, что она станет счастье для Луиса и для Фонтана А пока Нет, 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 Фернандо Не уклоняйся от темы Я и не уклоняюсь Просто пользуюсь моментом, что вижу тебя Раздави его, покончи с ним Ты же, ты же Фернандо Валерога Ты же не такой дурак, как Филипп Аранхель Сделай же что-нибудь Пойми, дело не в нем, а в том, что он знает о моих делах Тебе понятно? Я вынужден защищаться Я не могу нападать, пока не стану сильным, Грация Извините, дон Фернандо, извините, что прерываю, сеньор Но пришел твой бывший любимый Шурин Как дела, Фернандо? Сеньор Вот, пожалуйста, это документ Для федеральной полиции И как видите, там ваша фамилия, судья Мантилья А также указаны деньги Которые вы получали от Фернандо Валерога За юридическую поддержку За судебное решение в его пользу И в пользу его незаконных дел За решение суда, окупленные на грязные деньги мафии Откуда вы получили эту информацию? Кто вы? Жертва семьи Валерога Что вы от меня хотите? Хочу, чтобы вы заключили со мной соглашение У меня уже есть доказательства вашего договора с мафией Ваша карьера судьи может закончиться в любой момент, если, конечно, я обнародую эту информацию Шантажируйте меня Нет, это не шантаж Здесь вы коррумпированный А я играю в открытую И хочу предложить вам договор Вот, посмотрите Что тебе здесь надо, Филиппе? Кто позволил тебе войти в Майдон? Спокойно, Фернандо Что может подумать твоя супруга? Как поживаете, сеньор? Надеюсь, вы осторожно переходите улицу, опасаясь, чтобы вас не переехали, как это обычно случается с женами моего бывшего взятия Чего ты хочешь, Филиппо? Обсудить дела, Фернандо Кроме того, свобода имеет свою цену, ведь так? Осторожно, Филиппо Не злоупотребляй своей удачей Осторожно, Фернандо, твои нервы тебя подведут Тебе нужно поберечь себя В твоем возрасте ты не готов к таким переменам Я пришел не просить Более того, я кое-что принес Кое-что, это что? То, что изменит твое мнение обо мне Знаете что? Говорите, что хотите сказать и уходите из моего дома Нет, нет, нет Не уходите, не уходите Я просто пришел сюда, чтобы пригласить вас на банкет Я не приду Ты меня не интересуешь, тем более твой банкет Наоборот, Фернандо Ты придешь, потому что это особый момент для меня И если вы не придете, я могу расценить это как оскорбление К тому же это может повлиять на переговоры в отношении твоей свободы Мерзавец, мне нравится, что ты уже начинаешь поздравлять меня прямо сейчас Ну что, увидимся завтра вечером И пожалуйста, будьте пунктуальны Для вас обоих будет один сюрприз До свидания, бывший дядь Всего добра Жду с нетерпением Сеньора Да Вечерний костюм Приходите Да, красивый фасон А ты как думаешь? И цвет очень симпатичный Нет, это платье слишком простое Мне нужно что-нибудь особенное для такого случая Хочу выглядеть как королева Простите, а по какому поводу? Объявление о помолвке Тогда понятно, это особый случай Нет, это не только особый случай Это день моего возвращения День, когда все узнают, кто такая Валентина Диас И теперь ты президент трех компаний Нужно подготовить хронограмму и представить ее на совет директоров А я найду время поприсутствовать Завтра принесу Когда я подписывала эти документы, то вспомнила свой развод Его оформляла та же самая нотариус Что мы только подписали, очень похоже на заключение брака В твоих руках много моих ценностей Пойдем, хочешь, я подвезу тебя до дома? Нет, я не привыкла, чтобы меня провожали А у тебя жизнь тоже нелегкая Конечно, мы только что подписали документы, которые стоят миллионы И теперь я председатель совета директоров Так что ей что отпраздновать Прости, забыла, что сегодня день рождения твоей дочери Нет, 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 праздник у моей дочери уже закончился Если хочешь, может, выпьем немного Было бы только предложено? Нет, нет, это не плохое предложение, а хорошая мысль Ну что, пойдем? Может, пройдемся пешком? Конечно, почему бы и нет? Мичелата, мы пойдем пешком Хорошо, синьор Хорошо, поедем за ними Как хорошо, что ты это делаешь Уходи, уходи из моей жизни И слава богу, если мы никогда не встретимся, иначе я заставлю тебя заплатить за все, что ты мне сделала Я пойду до конца Читай и пойми, что значила Элиана для Луиса Мигеля Нет, нет, как ты мог так поступить со мной? За наше здоровье Прости За наше здоровье Я плохо соображаю, прости У меня сейчас мысли совсем не об этом Думаю, глупость какая-то Скажи, если хочешь Нет, нет, просто глупости все Моей дочери прислали подарок Да ничего, забудь об этом А что особенного в этом подарке? Человек, который прислал подарок, не указал своего имени Только из-за этого? Нет, нет, есть еще кое-что Ты, должно быть, знаешь, что я был женат На Элени Фонтана Элена очень любила Марианхель Они обе любили друг друга Но она болела, у нее были приступы И только Элена могла ее успокоить Да Она пела ей песню, которая успокаивала Марианхель И та засыпала Понимаю, а какое отношение это имеет к подарку? Подарок, музыкальная шкатулка, которая играет ту же мелодию Представляешь? Тебе искусно, дать? Нет, нет, наоборот Я это считаю успехом, потому что со дня нашего знакомства Ты впервые рассказываешь мне о своей жизни Выпьем за это? Ладно, выпьем за это Видишь? Видишь, папа? Видишь, мамыш? Нет, он никогда о нем не узнает Никогда Думаешь, что сумеешь? Прости, мама, я не слышала, как ты вошла А я тебя слышала Ты думаешь, что сумеешь скрывать своего сына от Луиса Мигеля? Почему я должна говорить ему о нем? Чем дальше, тем труднее будет у него жизнь Да, да, да Я вижу, что ты полна злобы, так же как и я, за то, что он причинил тебе столько зла Но ты была его женой И хотя ты говоришь мне другое, я твоя мать, и я вижу, что ты все еще любишь его Как я могу любить его? Это абсурд, мама Любовь всегда абсурдна Но не злоба, мама Любовь не имеет причин, а злоба имеет И в моем случае у меня много причин, чтобы ненавидеть его Я понимаю Но тебе надо посмотреть правде в глаза, дочка Ты вернулась с одной целью Твое появление будет для всех неожиданностью Ты покажешь всем, кто ты есть И вернешь себе то, что принадлежало тебе Но тебе потребуется мужество И если ты все еще настаиваешь на том, что ничего не чувствуешь к этому мужчине Неожиданность плохо обернется для тебя, дорогая На тебя может свалиться все Мама, я уже ошиблась один раз, так что второго не будет Ну вот, ты и дома Целая и невредимая Вечер был чудесный Да? А я не думал, что он такой чудесный На самом деле, я уже давно ни с кем не встречался Со мной то же самое, мне нравится Но иногда все-таки хочется с кем-то поговорить И если ты согласился выпить со мной, то это доставило мне удовольствие Нет, 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 поверь, я это сделал с большим удовольствием На самом деле, я думаю так же, как и ты Я замкнулся в себе, отдавал много времени работе, отдалился ото всех Пытался Со мной случилось то же самое Я, как и ты, давно во многом разочаровалась И жизнь моя ужасно Ужасно Ну, спасибо за вечер Надеюсь, что не последний Всего хорошего До свидания, шеф Нет, 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 не смотри на меня так мечелота Это не то, что ты думаешь Поехали Луис Мигель запугал тебя, Фернандо И этот Филипп Ранхель тоже Не говори глупости, Грация Больше года назад, Фернандо, ты обещал отомстить Луису Мигель Больше года Филипп Ранхель все время сосет из тебя деньги А сейчас осмелился прийти в наш дом и пригласить на эту идиотскую помолвку Ты слышишь? Всему свое время, Грация Всему свое время Но этот человек угрожает тебе, Фернандо Как он посмел явиться сюда и сказать, что если мы не придем на этот банкет То он расценит это как оскорбление Я не могу понять, Фернандо Он принес карточку без своего имени и имени невесты А потом какая невеста, какая грязнуля захочет выйти замуж за этого идиота Какая-нибудь дура, которой нужны деньги, которые он вытянул из меня Из-за этой проклятой черной книги он уже не может жениться на Валентине Фернандо, напоминаю тебе, что в моем присутствии ты не должен ни говорить, ни упоминать эту... Что ты сказала? Что ты сказала? Что? Если ты дотронешься до меня, я тебя убью Слушай внимательно Это, как ты говоришь, моя внучка И я запрещаю тебе так выражаться в моем доме о Валентине Диас Валентину Диас в этом доме уважают, тебя понятно? На Знаешь, Гоя, как бы я была рада, если бы этот подарок мне подарила Елена Разрешили войти этому сеньору, потому что он сказал, что хочет сказать вам что-то очень важное Кто он? Где он находится? Не знаю, он ожидает в зале Спасибо Что вам здесь нужно? Я спрашиваю, что вам здесь нужно? Я думал, что не буду иметь удовольствия видеть вас снова, а мне было очень интересно встретиться с вами опять Не выкручивайтесь, зачем пришли? Как я вижу, вы не потеряли привычку говорить прямо Меня не интересует ваше мнение Я вас спросил, поскольку думаю, что это не просто визит вежливости До некоторой степени да Чего хотите? Думаю, пора начать переговоры о документе, который находится у меня В нем говорится о деятельности вашей семьи и о связях с правительством Переговоры? Какие переговоры вы имеете ввиду? Об этом вы узнаете завтра, сеньор Алиса На приеме, который я подготовил, чтобы объявить о своей помолке Кстати, я пришел, чтобы пригласить вас лично Лично Элени-то с ребенком? Хотя, вот она только что вошла Передаю трубку Кто говорит? Росарио, из Марокко Кажется, у него хорошие новости Росарио? У меня хорошие новости, сеньора Элена Я встретился с бывшей женой Луся Мигеля Арисо Ты говорил с ней? Объяснил ей ситуацию и что нам от нее нужно Я все уладил, она готова пойти на переговоры У нее нет другого выхода, сеньора Элена Отлично, Росарио Тогда вези ее с собой Немедленно возвращайся в Матаморос И привези жену Луся Мигеля сюда Так я жду тебя, Росарио Спасибо Ну как там, дочка? Что он сказал? Росарио нашел Химену, мама Эта женщина жива, и Росарио привезет ее сюда, на Матаморос Через несколько дней бракуя с Мигеля Арисо и Елена Фонтана будет аннулирована Можете забрать свое приглашение, меня не интересуют ваши банкеты Синьор Росарио, уже больше года я храню в тайне деятельность вашей семьи Вы это очень хорошо знаете В течение этого времени я на вас не давил, только старался побольше узнать о вас И что, хотите, чтобы я вас за это поблагодарил? Нет, нет, в этом нет необходимости Но не кажется ли вам, что пора назначить цену за мое молчание? Шантажируйте меня Чтобы я пришел на ваш банкет? Нет, нет, нет Вы меня не так поняли, синьор Росарио, я не говорил этого Вам просто нужно прийти И если вы придете на банкет, мы сможем поговорить о будущем наших торговых отношений Чтобы было все ясно, никаких торговых отношений с вами нет и не будет А если хотите поговорить об имеющейся у вас информации о нашей семье, давайте поговорим раз и навсегда, поскольку я не собираюсь идти на банкет Поговорим, вам это нужно Но вы не знаете, как я был бы рад познакомить вас со своей будущей супругой Ваша личная жизнь меня не волнует Приходите, Ариса, адрес там указан И я вас покидаю С вашего позволения Ожидаю вас завтра и повторяю Это нужно вам Для Луиса Мигеля это будет большой неожиданностью мамы Все думали, что Химена умерла, когда самолет взорвался в воздухе, потому что останков так и не нашли Тогда как об этом узнал Росарио? Росарио был правой рукой Данила Фонтана Он следил за Луисом Мигелем еще до того, как я с ним познакомилась Росарио и отец обо всем узнали, когда Химена использовала связи семьи, чтобы достать фальшивый паспорт и уехать за границу Если Данила знал, что эта женщина не погибла, как он пошел на твой брак с Луисом Мигелем? У отца были свои планы в отношении Луиса Мигеля, а Химена ему мешала С ней было много проблем, она была замешана в незаконном бизнесе и нужно было от нее избавиться Боже мой, как могло получиться, что столько всего произошло у меня на глазах, а я даже не обращала на это внимания Данила Фонтана хотел, чтобы Луис Мигель пришел в семью и встал во главе Но он никогда не думал, что Луис Мигель решит завладеть всем, мама Из того, что ты мне рассказала, получается, что эта женщина хотела только получить часть состояния и ей было наплевать на собственную дочь Она ее бросила без всяких колебаний Она бросила все, потому что завязла в проблемах с наркотиками И до сих пор находится в этом положении Росарио знает все подробности, поэтому Химена согласилась обсудить с нами любой вопрос Ты уверена в том, что говоришь? У меня больше нет выбора, мама Когда появится Химена, бывшая жена Луиса Мигеля, брак Луиса Мигеля и Елена Фонтана Автоматически аннулируется И завещание, которое я оставила в пользу Луис Мигеля, не будет иметь силы Я делаю это ради Валентина, мама Чтобы вернуть то, что ей принадлежит К тому же, после появления Химены, единственной наследницей всего Станет Валентина Диас Я видел эти документы, Дон Луис Информация о Филиппе Ранхеле очень опасная Насколько опасная? Это конец для семьи Микелотто, мне удалось почистить много наших инвестиций Некоторые компании могут служить образцом законности и прозрачности Но у нас еще есть и незаконная деятельность, Дон Луис Каким образом Филиппе смог получить эти документы? Возможно, через Валентину Диас Она все знала о семье Или же Филиппе украл эти документы у Валентины Это останется тайной, Дон Луис Мигеля и Валентина уже умерла Что ты думаешь? А вы на приглашение на банкет, Филипп Ранхеле Думаю, что надо узнать, какой поворот собирается сделать этот тип в своей игре А единственный способ узнать об этом – пойти на банкет Да, понимаю, но мне надо работать, а не следить за игрой этого девота Пока Дон Луис, он контролирует ситуацию И это обязывает нас продолжать переговоры Иначе есть риск, что вся работа, которую вы проделали, чтобы очистить имя семьи, пойдет прахом Даже не верится Грации, что после стольких лет Филипп Ранхель наконец-то собрался жениться Тебе это не кажется странным? Да Этот ублюдок практически заставил Фернандо прийти на свой дурацкий банкет Я не понимаю, что происходит с Фернандо? Этот тип столько времени шантажировал, а Фернандо ничего не сделал, чтобы покончить с ним Успокойся Возможно, у него есть какой-то план, он хочет преподнести тебе сюрприз Недавно с Сандрой я тоже так думала, но Фернандо с каждым разом становится слабее Я думала, что рядом с ним смогу получить власть, но, знаешь, я здесь только для того, чтобы он занимался со мной любовью Не думай об этом, ведь если ты не ссоришься со мной, то сразу расслабляешься, с твоего лица исчезает горечь Ничто не избавит меня от этой горечи и чувства неудачи Сандра Я хочу избавиться от Фернандо Хочу, чтобы он исчез Тихо, тихо, Грация, не говори так Я тебя предупреждала, Грация, что если ты выйдешь за него замуж, то потом это станет так опасно, что ты попытаешься что-то против него сделать Мне все равно, Сандра, но проблема в том, что Фрэнки ходит за ним как тень К тому же он мне не верит Я это знаю, смотрит на меня как-то странно Конечно, не знаю, что Сандра Мы уже так давно с тобой не встречались по вине Фернандо Мне так тебя не хватает Нам нужно что-то сделать, Сандра Я растеряна Что именно, что? Не знаю, не знаю Ну, у Фрэнки большой бабник, я вижу, как он на тебя смотрит Пожалуй, ты сможешь Нет, 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 Грация Почему? Как ты можешь, Сандра? Сандра, почему? Тебе нужно притвориться Сделать то же самое, что делаю я с Фернандо Так мы сможем избавиться от него намного легче Сандра, пожалуйста Если ты мне не поможешь, клянусь Я с собой покончу Не говорит Грация Ты знаешь, что если с тобой что-то случится, я умру Тогда Помоги мне Сделай это ради меня Ради нас Синьор, мы не смогли передать судье Монтили чек, который вы ему послали Он его не взял Без объяснений? Да, синьор, он только сказал, что больше не будет брать от семьи деньги и чтобы мы на него не рассчитывали Очень странно Да, дон Фернандо Это второй чиновник, который не хочет брать сеньора и лишать нас помощи Если так будет продолжаться, мы останемся без поддержки правительства, сеньор Проклятие За всем этим стоит Филиппе Ранхель Он заставил нас поддержать его соглашение Знаешь что, Фрэнки Мне это надоело И на этом же банкете нужно будет покончить с шантажом Филиппе Ты бы видела лица Фернандо Валерога и Луиса Мигеляриса Могу себе представить их реакцию, когда ты воскреснешь на этом банкете, Валентина Знаешь что, они без сомнения придут А Грация? Не знаю Она так на меня разозлилась Она тоже придет? Хотя мне это не по душе, но Валерога ее муж и она также должна выполнять его договоренности Он ее заставит Меня удивляет, что она не рада своей новой жизни У нее есть все, чего она так добивалась Валерога деспотичен по отношению к своим женам, Валентина Я это очень хорошо знаю Вспомни, что моя сестра была за ним замужем Но рядом с Валерога Грация имеет власть, деньги Нет, не думаю У Грации мало власти в этом доме И я не думаю, что она отказалась от своих амбиций получить состояние семьи В конце концов, это единственный капитал, которым она может распоряжаться по своей прийти Эту власть я ей передам почти в руки, чтобы она могла и насладиться И в этот момент я заставлю ее пройти через такой жад, какой она готовила для меня Я заставлю ее почувствовать боль на своей шкуре И Грации придется заплатить за все преступления, которые она совершила Так, 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 так Не знал, что в нашем доме есть русалка Какой ты галантный Подай, пожалуйста, халат Конечно Все, чтобы порадовать такую красивую женщину Спасибо Дрожишь, да? Как странно, а мне? Очень жарко Я мерзлячка Мне всегда нужно тепло Какое совпадение А я из тех мужчин, у которых тепло в избытке Как интересно Да Ты стесняешься, да? Ну, немного Я бы сказал, достаточно Слушай, я ни разу не видел, чтобы ты была с каким-нибудь другом или друзьями Да? И что же ты думаешь по этому поводу? Ничего плохого, наоборот Но ведь ты женщина одинокая и никого нет рядом с тобой Да? Что-то никто не приглашает Что я могу поделать? Я тебя приглашаю Может, выпьем по рюмочке и поговорим об одиночестве О холоде, о тепле, а потом Вечером потанцуем Сегодня? Да, да Сегодня у меня вечер свободный, было бы здорово Что думаешь? Согласна? Почему бы и нет? Пойду переоденусь Не верится, что осталось всего несколько часов до твоего возвращения, Валентина Наконец-то они заплатят нам за то, что хотели сделать с тобой Я не могла бы сделать это без твоей помощи А это что? Чек на мое имя? Зачем? С каких-то пор, Валентина, ты мне платишь за мою помощь, за то, что я рядом с тобой Папа, мы подписали договор, ты согласился жениться на мне И я хочу, чтобы ты был уверен, что я готова выполнить свои обещания Нет, нет, минуту Я подписал этот договор, потому что чувствовал, что ты не справишься, потому что знал, что ты дочь Лена Фонтана Я тебе об этом не говорил, но я согласился на брак с тобой, не из-за денег Знаешь почему? Потому что я люблю тебя, Валентина, и хочу, чтобы между нами было все ясно Это разные вещи, Филиппо Я была с тобой откровенна, и ты хорошо знаешь, что я тебя не люблю Я чувствую к тебе привязанность и благодарна тебе за все, что ты сделал для меня Так что не питай никаких иллюзий Это не иллюзия, Валентина Я был на твоей стороне, потому что люблю тебя, и буду бороться за эту любовь Когда-нибудь ты сама возьмешь в свои руки этот договор, который заставил меня подписать, и разорвешь в клочья Как я делаю сейчас это С чеком С чеком Добрый день, Лисфингель Рано встала, не ожидал увидеть тебя здесь так рано Мне так приятно чувствовать запах утра и воспользоваться этим временем Вчера по твоей просьбе работала над хронограммой и назначила заседание совета на 11 На 11? Если ты согласен? Да, да, конечно Я ожидал только, что ты подготовишь к хронограмму Я мало спала, поэтому сэкономила время Что это? Приглашение на прием сегодня вечером, и раз ты мой партнер, я должен известить тебя об этом Это серьезно? Очень серьезно Это связано с проблемами, которые есть у семьи с человеком, принявшим приглашение Хорошо, слушаю тебя Нужно снять, я пишу, входы и наклеить к вечеру эти Да, сеньор Жаль, что я не могу присутствовать Мне сказали, что девушки, которые валяются в грязи, очень забавные Это правда? Филиппе Пакита Как я рад видеть тебя Где ты пропадал? Я больше года не видел твоей физиономии В Матаморосе Точно, я исчез на некоторое время Но внимательно слежу за всем, в том числе я узнал, что ты сейчас заправляешь на этом ринге Садись Ринг сейчас уже не тот, каким ты его видел Нет незаконных ставок, нет женского бокса Все превратилось в полностью законное развлекательное заведение Отлично В этом деле я партнер бренды Так и где ты был все это время? Скажем так, готовил свое возвращение Я ведь женюсь, поэтому пришел к тебе Хочу пригласить тебя на банкет сегодня вечером Спасибо за приглашение, но, как видишь, мы очень заняты Сегодня вечером у нас очень важное событие Так что я не могу Нет, Пакита, не отказывайся Ничего нет важнее того, что произойдет сегодня вечером на моей помолвке Уверяю тебя, я знаю, что ты не сможешь отказаться Это очень важно Это все, что я могу тебе сказать Сегодня вечером откроются многие тайны О твоей сестре Валентине Она умерла больше года назад, Филиппе Какие могут быть тайны? Мне жаль, но больше я ничего не могу тебе сказать Только то, что тебе будет интересно Приходи, Пакита, это важно Нужно прийти пораньше Ты так удивишься, что даже не можешь себе представить Значит, документы, которые находятся у этого Филиппа Ранхеля, компрометируют твою семью? Лучше сказать, компрометируют меня, потому что я стою во главе всего Не понимаю, как такой человек, как ты, мог быть связан с мафией? Нет, 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 Мария Луиса, я не был связан с мафией, на самом деле я был на грани Ну да, но не совсем Ну я понемногу пытался узаконить бизнес, и знаешь, ты в этом тоже участвовала Хотя я это делал с большим трудом И ты говоришь, что этот Филиппа на своем сборище расскажет тебе о своих планах? Он так сказал, но у меня нет другого выбора, я не могу не пойти А я могу пойти с тобой? Думаю, что не надо, обстановка может быть очень напряженной И я не хочу, чтобы ты имел какие-то отношения с ними Ты недооцениваешь меня, Луз Мигель Я связана с тобой во всем этом, и хочу участвовать в решении всех проблем Я просто хочу пойти с тобой А? Что со мной случится? Хорошо Спасибо тебе Пойдем вместе и узнаем, какие планы у этого типа Хорошо И Паките больше тебя ни о чем не спросил, он ничего не заподозрил? Он заинтригован, Валентина, так же, как и Фернандо и Луз Мигель Он считает тебя умершей, как и все остальные Да, я настаивал, что для него очень важно прийти на банкет Для него будет большой неожиданностью увидеть меня снова Но, надеюсь, он меня поможет Поэтому я и попросил его прийти пораньше Еще раз спасибо, Филиппо По-моему, все уже готово, и я хочу пойти с Концепсиона Купить кое-что ребенку Мне нужна одежда для Кристин Валентина, Табага и Хавит уже готовятся Погоди, для сегодняшнего вечера еще не хватает кое-чего очень важного Ты сама меня просила объявить о нашей помолвке И поэтому я осмелился Купить это кольцо Филиппо, я даже не думала об этом, но Не ты, а я должна была купить кольцо Тебе не нравится? Оно красивое, но тебе не надо было тратить деньги на это, Филиппо Я не хочу причинять тебе боль Будет хуже, если ты не возьмешь, Валентина Дай свою руку, давай Это кольцо не просто символ, Валентина Это моя клятва, находиться всегда рядом с тобой Уважать тебя, любить тебя Подавать тебе всю мою любовь Без всяких условий, нет, нет, пожалуйста, ничего не говори, просто прими это Филиппо, спасибо тебе за то, что понимаешь Спасибо Спасибо Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok